доброе утро друзья ну что мы опять с вами путешествие отправляемся только короткое едем с вами в таллинн вчера поздно вечером я уже заказала хостел еду хостел в тот в котором уже было по моему два раза ехать 4 часа и билет у меня акционный билет у меня а акционный или аукционный акционная акция 9 евро в одну сторону 9 евро в другую сторону к сожалению у меня не получилось купить билет по акции пораньше поэтому сейчас едем с вами на 9 часовом и в таллине мы будем где-то около часа планов особо никаких гулять я буду как всегда по проторенным дорожкам но хочу вам сказать что все таки конечно эти проторенные дорожки они в разное время года по-разному в таллине я посмотрела точно такая же погода как у нас то есть минус 78 градусов на домской площади таллинской ярмарка единственное что ну я правда не уверена смогу ли я потому что я посмотрела нас в интернете у них в таллине в домском соборе тоже вроде бы проходят 20 минутные орган концерты органа но в какие дни они проходят я не знаю сегодня пятница завтра суббота возможно возможно я все-таки смогу попасть потом но знаете вот если честно я не совсем поняла домский собор в таллине это что это тот собор который на ратушной площади очень ладно за этим много вопросов ответов надо гуглить сейчас я уже купила себе в дорогу как всегда обычный набор бутерброды такие два бутерброда маленькую бутылку воды парочку каких-то вкусняшек сладостей а чай кофе должен должны быть в автобусе все сделала так скажем как сказать подводку кролику да все теперь пойдемте к автобусу автобус идет со второй платформы его трига таллин мне интересно конечно в этот раз сколько будет людей потому что когда ехала в петербург там было вообще наверно человек семь или восемь именно до таллина ну что у меня 13 место в автобусе человек наверное 30 водитель сказал поэтому по одному возможно не получится но когда автобус тронется если будут свободные места то нужно будет распределить а и и и и и и и все друзья приехали в таллин все что ну как будто не уезжала неделю назад я уже здесь была когда ехала из петербурга тусовалась два с половиной часа на вокзале сейчас не надо пополнить карточку на общественный транспорт и тогда на втором трамвае сесть на второй трамвай и доехать до хостела заселиться сейчас как раз полторого дня я а заселение в два часа у меня карточка она покупается здесь типа нервис она сейчас я пойду ее пополнять покажу где это чтобы вы знали такая карточка стоит 2 евро автовокзал маленький таллине пойдемте пополним баланс чтобы не есть здесь бесплатно горожанам таллинцам проезд в общественном транспорте бесплатный гостям города нет вот еще раз показываю вам карточку и и кстати можно уже по отъезду когда вы будете уже сдавать обратно там где покупали там же издать вам вернут 2 евро вот такой автовокзал вот туда приезжает автобус из риги и вот видите r киоск везде где надо пополнить транспорт карточка должно быть написано r киоск они из торговых центрах кстати тоже все я пополнила баланс в таллине 1 поездка стоит евро 50 ну знаете как-то дороговато если честно ну да ладно что делать зато жителям таллина бесплатно так что в общем ну нам нужен сейчас второй трамвай чтобы поехать заселиться в хостел и в этом хостеле я уже была я вам обязательно его покажу мне тогда понравилось но потом он почему-то ту ли на пандемию закрылся ту ли вот я например последний раз когда была на три дня я очень хотела туда попасть но он даже не высвечивался на букинге у меня есть предположение почему но я пока не буду озвучивать если так и есть как вот мне кажется думается то тогда я вам озвучу вот за моей спиной видите таллиннский автовокзал и и и и и мое приключение в таллине началось с неожиданного происшествия трамвай столкнулся с машиной что еще интересно так это то что каждый третий народ просто вот там трамваи сзади остановили знаете затор из трамвая и кто не хочет ждать кому близко или кто знает как пересесть куда-то то люди выходят из трамвая идут так вот каждый второй фоткает вот видите так что друзья если вы на эстонских ресурсах увидите вот столкновение машины и трамвая знайте я здесь я на данный момент сижу в этом трамвае по-прежнему сижу и докладываю вам это оказывается приехала служба городского транспорта откуда-то мужчина надыбал лопату и откапывает и откапывает автомобиль который я так понимаю застрял снегу в общем знаете друзья просто какая-то не веселуха конечно но ситуация очень комично вот я сижу уже минут но наверное 15-20 я реально понимаю что я не хочу выходить искать как мне добраться то есть в любом случае трамвай-то поедет не сейчас так еще через полчаса в общем приключение конечно у меня веселое зато будет что вспомнить а вам будет что посмотреть тоже со мной по улыбаться над вот такой ситуации которая произошла по приезде в таллин к сейчас заметила что машина то дорогая бмв x6 круть не могу не показать вам это в общем вот сейчас секундочку я стану покажу вам вот эта машина она работник ну как от она выдергивает вот эту машину которая застряла снегу видите сейчас вот дергала но чтобы она хотя бы и раскачать чтобы она могла тронуться с места или что друзья мы едем а 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 и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пожалуй, винтажная хумана, друзья. Это вторая винтажная хумана. Очень много меха. Скидок нет. Она маленькая, уютная. Ну и посмотрите, какую я шляпу нашла интересную. Натуральный мех. Сверху, видите что? Библиотеку. Насколько интересно. Вы видите, да? То есть, вроде здание обычное, но посмотрите, какие красивые окна. Библиотека как бы в полуподвальном помещении. Очень интересно. Погода чудесная. Единственное, что видите, вот снега много на тротуарах. Такое впечатление, что не чистая тва вообще. С чем это связано, я не знаю. Конечно, здание. Посмотрите. Ой. Вот так сделала. Вот я уже выключу телефон, потому что, видите, там просто невозможно держать телефон. Хотя, конечно, можно на другую сторону перейти, кстати. Там поприличнее будет. Давайте я перейду в другую сторону и пойду по другой стороне. Очень много надо усилий прилагать, когда идешь. Ну, то есть, когда ты по тротуару, ну, как бы идешь и идешь. А здесь много снега. Он такой, знаете, притоптанный. Довольно трудный. И мне, если честно, жарко. Представляется. Ой. Ну, вообще очень красиво, конечно. Время еще 4 часа. Да, 4 часа. Сейчас я заселюсь в хостел. Мне еще надо сделать кое-какие дела. Кушать я еще сегодня только поела в автобусе. Один бутерброд кушала. Съела, простите. Съела. Поэтому, ну, знаете, если я сейчас пойду, заселюсь в хостел и пойду в ледо, я уже точно ничего не захочу. А я очень хочу погулять еще по старому городу вместе с вами. Друзья, дошла. И хочу вам показать этот хостел. Так вот так сделаю. Кому интересно. Я в него, по-моему, два раза была. Значит, вот он называется Фат Маргаретс. Он находится, ориентир, вот видите, башня в старый город. Вот там трамвайная остановка. Видите трамвай? Двойка идет сюда и первый трамвай. Ну, а от автовокзала идет двойка. По-моему, так. Первый не идет или идет. И вот вы идете пешком. Вот там переход. И сюда. Вот там Балтийский вокзал. Также рынок. Не помню, как он называется. Я, друзья, если не забуду, поставлю вам скриншот на Букинге, чтобы вы сразу понимали, какой. Потому что там такая яркая фотография, сразу понятно. Потому что в действительности он не такой яркий. Здание это. Сейчас меня оформят. Дадут номер. Кстати, номер стоит 44 евро. Двухместная кровать раздельная с туалетом и душем. А без туалета и душа 40 евро. Там внизу идти, там кухня. Мы с вами либо вечером туда сходим. Но завтра-то утром точно. А тут даже, смотрите, есть баня, сауна. Точно. Показываю номер сразу. Две кровати. Даже есть балкончик. Но он не открывается, я так понимаю. Окошко. Стол с двумя креслами. Довольно, кстати, большая прихожая. И вот здесь. Вау. Слушайте, ну классно. С девяти до одиннадцати. Есть баня и джакузи. Я, кстати, увидела эту информацию на Бокинге, когда заказывала. Удивилась. Ну да ладно. Вай-фай бесплатный. Входит в стоимость. И вот, пожалуйста. Я, друзья, уже часа два гуляю здесь по городу, по центру города. Ничего не снимаю. Потому что очень тяжело. Я здесь дошла. Я сейчас в Виру, в торговом центре. Я дошла из Токмана. Да. Тут рядом, в принципе. Я, знаете, уже устала. Потому что снег, тротуары не чищены. Время уже седьмой час. На улице темень. Как-то даже мне и говорю, что... И снимать для вас... Да и даже идешь и смотришь под ноги, чтобы только как-то не упасть. Что-нибудь не сломать себе. Потому что реально я не понимаю, почему тротуары не чищены. Это центр города. Классные магазины, конечно, в этом торговом центре. А, и в Стокмане я так ни разу и не была в своей приездах. И думаю, ну я ж ни разу не была. Зайти бы в Стокман. А потом думаю, господи, да я бы приехала-то на сутки. Не хочу. Это первый этаж. Магазины классные. Армани, Гэс, Томми Хилфигер, Зара есть, Кельвин Кляйн. Кстати, в торговом центре сейчас вот проходила. Тут очень много разных едалин. Очень много. И вы, наверное, опять будете ругаться. Скажите... Ой, тут немножко опасно. Скажите, Лена, ну что ты опять идешь в ледо? Опять одно и то же. Опять нам показываешь ледо. Укажи, что-нибудь интереснее. Ну вы знаете, там на самом деле классные. Народ тусуется там, что-то заказывает, кушает. А я не знаю. Во-первых, я по ценам, знаете, не ориентируюсь. А во-вторых, я не знаю, вкусно это или нет. Это, кстати, к тому разговор. Помните, когда... А где я была, я не помню, что... Или в прошлый раз, когда я была в Таллине, кто-то из зрителей мне советовал, Лена, идите туда, идите сюда, покушайте то, попробуйте новое что-то. Центр, старый город вот там. Хотела сказать, старая Рига. Старый город. Там торговый центр, где ледо. В этом скверике мы тоже с вами гуляли. Мне бы, знаете, может быть, и хотелось попробовать что-то новое. Я, наверное, опять повторюсь, что я боюсь, что это мне не понравится. А деньги будут уплощены. И мне тогда, я не доем, пойду куда-нибудь в другое место кушать или в магазин купить булочку. Поэтому я лучше не рискую. Поехали. 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 Вот только посмотрите, какая сказочная красота. Это Ратушная площадь. И я не думала, что еще работает ярмарка. Я была уверена, вот бегу в хостел, что ярмарка уже на сегодня закрылась. Но нет. Посмотрите, какое чудо. Какая красота. Посмотрите, сколько сказочных сладостей. Вот такие цены. Глинтвейн 4 евро, 5 евро танного. Я, господи, ванна Таллин, друзья. Блины 5 евро с начинкой. Разные вкусные едальни, посмотрите. Какая красота. Всякие вкусняшки. Как красиво. Все-таки немножко, знаете, вот по-другому, как у нас в Риге. Вроде рождественская ярмарка, но она другая. Она тоже классная, но она совсем другая. Все такое новогоднее, рождественское. Супер. Какая красота. Ну, я не могу не показать вам, конечно же, кислую капусту. Вот такие порции. С картошкой, с кислой капустой, с колбаской разные. Кислой капустой, с кислой капустой, с кислой капустой. Я поняла, друзья, здесь в основном практически... Ай, аж прямо... Я ж только что поела. Здесь только вот ярмарка, но я не знаю. Тут в основном продается только что-то из еды. горячительные напитки. Ой, пойдемте посмотрим, какая елочка. Красота. Я не видела такого у нас, но такое впечатление, что... Видите, да? Вот эти открыточки, бумажки. Весают желание для Санта-Клауса, для Деда Мороза по узбу. Не знаю. Но именно вот на этой ветке. И посмотрите, какая красота. Боже мой. 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 разные котики какие ну не только конечно красота оказалось что ярмарк до восьми вечера сейчас как раз без 5 8 поэтому они конечно же будут я думаю что до последнего можно сказать клиента конечно но вот сейчас вроде бы ярмарка уже заканчиваю свою работу на сегодня с 10 до 8 вечера по написано так вечерний старый город друзья просто прекрасно правда все я думаю что на сегодняшний день я буду заканчивать этот влог какой-то получился сумбурный какой-то несуразный я правда не знаю правильно ли я иду на место туда нужно просто спасибо вам друзья за просмотр завтра мы с вами обязательно погуляем по старому городу еще потому что только по старому городу можно нормально передвигаться здесь хоть что-то чистится и если конечно же попадем с вами ту домскую в домский собор на ежедневная но на данный момент сейчас ежедневная 20-минутная органную музыку все спасибо вам за просмотр мира и добра и всем пока пока друзья и Вы видите, да, что и я? Эти туфли стоят уже, вот как я заезжала в номер в 5, так они и стоят. Я к тому, что это что? Скажите мне, пожалуйста.